Евангелие от Марка, глава первая. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего. Как написано у пророков, Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, Который приготовит путь твой пред тобою. Глаз вопиющего в пустыне, «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне И проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, И крестились от него все в реке Иордании, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, И ел акриды и дикий мед, И проповедовал, говоря, «Идет за мною более сильный, чем я, У которого я не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви его». «Я крестил вас водой, а Он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни. Пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, Разверзающий со небеса и Духа, как голубя, сходящего на него, И глаз был с небес, «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там, в пустыне, сорок дней, Искушаемый сатаной, И был со зверями, И ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, Пришел Иисус в Галилею, Проповедуя Евангелие Царства Божьего, И говоря, что исполнилось время И приблизилось Царство Божие, «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Проходя же близ моря Галилейского, Увидел Симона и Андрея, брата его, Закидывающих сети в море, Ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус, «Идите за мной, И я сделаю, Что вы будете ловцами людей». И они тотчас, Оставив свои сети, Последовали за ним. И, пройдя оттуда немного, Он увидел Иакова Завидеева И Иоанна, брата его, Также в лодке, Чинивших сети, И тотчас призвал их. И они, Оставив отца своего Завидея В лодке с работниками, Последовали за ним. И приходит в Капернаум. И вскоре в субботу вошел он в синагогу И учил, И дивились его учению, Ибо он учил их, Как власть имеющей, А не как книжники. В синагоге их был человек, Одержимый духом нечистым, И вскричал, Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты? Святой Божий! Но Иисус запретил ему, говоря, Замолчи и выйди из него. Тогда дух нечистый, Сотрясший его и вскричав громким голосом, Вышел из него, И все ужаснулись, Так что друг друга спрашивали, Что это? Что это за новое учение, Что он и духом нечистым Повелевает с властью, И они повинуются ему? И скоро Разошлась о нем молва По всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, Пришли в дом Симона и Андрея С Иаковым и Иоанном. Теща же Симона Лежала в горячке, И тотчас говорят ему о ней. Подойдя, Он поднял ее, Взяв ее за руку, И горячка Тотчас оставила ее, И она стала служить им. С наступлением же вечера, Когда зашло солнце, Приносили к нему всех больных И бесноватых, И весь город собрался к дверям, И он исцелил многих, Страдавших различными болезнями, Изгнал многих бесов, И не позволял бесам говорить, Что они знают, Что он Христос. А утром, Встав весьма рано, Вышел И удалился в пустынное место, И там молился. Симон и бывшие с ним Пошли за ним, И, найдя его, Говорят ему, Все ищут тебя. Он говорит им, Пойдем в ближние селения и города, Чтобы мне и там проповедовать, Ибо я для того пришел. И он проповедовал в синагогах их По всей Галилее И изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, И, умоляя его, И падая пред ним на колени, Говорит ему, Если хочешь, Можешь меня очистить. И Иисус, Умилосердившись над ним, Простер руку, Коснулся его И сказал ему, Хочу, Очистись. После этого слова Проказа тотчас Сошла с него, И он стал чист. И, посмотрев на него строго, Тотчас отослал его, И сказал ему, Смотри, Никому ничего не говори, Но пойди покажись священнику И принеси за очищение твое, Что повелел Моисей, Во свидетельство им. А он, выйдя, Начал провозглашать И рассказывать о происшедшем, Так что Иисус не мог уже явно Войти в город, Но находился вне, В местах пустынных, И приходили к нему Отовсюду. Глава вторая Через несколько дней Опять пришел он в Капернаум, И слышно стало, Что он в доме. Тотчас собрались многие, Так что уже и у дверей не было места, И он говорит им слово. И пришли к нему С парализованным, Которого несли четверо, И, не имея возможности Приблизиться к нему Из-за многолюдства, Раскрыли кровлю дома, Где он находился, И, прокопав ее, Спустили постель, На которой лежал парализованный. И Иисус, Видя веру их, Говорит парализованному, Чадо, Прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников И помышляли в сердцах своих, Что он так богохульствует, Кто может прощать грехи, Кроме одного Бога? И Иисус, Тотчас узнав духом своим, Что они так помышляют в себе, Сказал им, Почему так помышляете В сердцах ваших? Что легче, Сказать парализованному, Прощаются тебе грехи? Или сказать, Встань, Возьми свою постель И ходи? Но, чтобы вы знали, Что сын человеческий Имеет власть на земле, Прощать грехи, Говорит парализованному, Тебе говорю, Встань, Возьми постель твою И иди в дом твой. Он тотчас встал И, взяв постель, Вышел перед всеми, Так что все изумлялись И прославляли Бога, Говоря, Никогда ничего такого Мы не видали. И вышел Иисус опять к морю, И весь народ пошел к нему, И он учил их. Проходя, Увидел он Левия Алфеева, Сидящего у сбора пошлин, И говорит ему, Следуй за мной. И тот, Встав, Последовал за ним. И когда Иисус Возлежал в доме его, Возлежали с ним И ученики его, И многие мытари, И грешники, Ибо много их было, И они следовали за ним. Книжники и фарисеи, Увидев, Что он ест с мытарями И грешниками, Говорили ученикам его, Как это он ест И пьет с мытарями И грешниками. Услышав это, Иисус говорит им, Нездоровые имеют нужду во враче, Но больные. Я пришел призвать Не праведников, Но грешников К покаянию. Ученики Иоанна и фарисеев Постились. Приходят к нему И говорят, Почему ученики Иоанна и фарисеев Постятся, А твои ученики Не постятся? И сказал им Иисус, Могут ли поститься Сыны Чертога брачного, Когда с ними жених? Да коли с ними жених Не могут поститься, Но придут дни, Когда отнимется у них жених, И тогда будут поститься В те дни. Никто к ветхой одежде Не приставляет заплаты Из небеленной ткани, Иначе вновь пришитое Отдерет от старого, И дыра будет еще хуже. Никто не вливает Вина молодого В мехи ветхие, Иначе молодое вино Прорвет мехи, И вино вытечет, И мехи пропадут. Но вино молодое Надо обновлевать В мехи новые. И случилось ему в субботу Проходить Засеянными полями, И ученики его Дорогой начали Срывать колосья. И фарисеи Сказали ему, Смотри, Что они делают В субботу, Чего не должно. Он сказал им, Неужели вы не читали Никогда, Что сделал Давид, Когда имел нужду И проголодался сам И бывший с ним? Вот вошел он В дом Божий При первосвященнике Авиафаре И ел хлебы Предложения, Которых не должно было Есть никому, Кроме священников, И дал И бывшим с ним, И сказал им, Суббота для человека, А не человек Для субботы. Поэтому Сын человеческий Господин И субботы. Глава третья И пришел опять В синагогу. Там был человек, Имевший Иссохшую руку. И наблюдали за ним, Не исцелит ли его В субботу, Чтобы обвинить его? Он же говорит Человеку, Имевшему Иссохшую руку, Стань На середину. А им Говорит, Должно ли В субботу Добро делать Или зло делать? Душу спасти Или погубить? Но они молчали И, посмотрев на них С гневом, Скорбя Об ожесточении Сердец их, Говорит Тому человеку Протяни Руку твою. Он Протянул И стала рука его Здорова, Как другая. Фарисеи, Выйдя Немедленно, Вынесли Сиродианами Решение Против него, Как бы Погубить его. Но Иисус С учениками Своими Удалился К морю. И за ним Последовало Множество народа Из Галилеи, Иудеи, И Иерусалима, И Думеи, И из-за Иордана. И живущие В окрестностях Тира И Сидона, Услышав, Что он Делал, Шли к нему В великом Множестве И сказал Ученикам Своим, Чтобы готова Была для него Лодка Из-за Многолюдства, Чтобы не Теснили его. Ибо Многих Он Исцелил, Так что Имевшие Язвы Бросались К нему, Чтобы коснуться Его. И Духи Нечистые, Когда видели Его, Падали Пред Ним И кричали Ты Сын Божий. Но Он Строго Приказывал Им, Чтобы не Делали Его Известным. Потом Взошел На гору И Позвал К себе Кого Сам Хотел И Пришли К нему. И Поставил Из них Двенадцать, Чтобы с Ним Были, И Чтобы Посылать Их На Проповедь. И Чтобы Они Имели Власть Исцелять От Болезней И Изгонять Бесов, Поставил Симона, Дав Ему Имя Петр, Иакова Завидеева И Иоанна Брата Иакова, Дав Им Им Имена Ваанергес, То есть Сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона, Канонита, И Иуду Искариота, Который И Предал Его, Приходят В дом, И Опять Сходится Народ, Так, Что Им Невозможно Было И Хлеба Есть, И Услышав Близкие Его, Пошли Взять Его, Ибо Говорили, Что Он Вышел Из Себя, А Книжники, Пришедшие Из Иерусалима, Говорили, Что Он И И И И И И И И И Вула И Что Изгоняет Бесов Силою Бесовского Князя И Призвав Их Говорил Им Притчами Как Может Сатана Изгонять Сатану Если Царство Разделится Само В себе Не Может Устоять Царство То И Если Дом Разделится Сам В себе Не Может Устоять Дом Тот И Если Сатана Восстал На Самого Себя И Разделился Не Может Устоять Но Пришел Конец Его Никто Войдя В дом Сильного Не Может Расхитить Вещей Его Если Прежде Не Свяжет Сильного И Тогда Расхитит Дом Его Истинно Говорю Вам Будут Прощены Сынам Человеческим Все Грехи И Хуления Какими Бы Не Хулили Но Кто Будет Хулить Духа Святого Тому Не Будет Прощения Вовек Но Подлежит Он Вечному Осуждению Это Сказал Он Потому Что Говорили В нем Нечистый Дух И Пришли Мать И Братья Его И Стоя Вне Дома Послали К Нему Звать Его Около Него Сидел Народ И Сказали Ему Вот Мать Твоя И Братья Твои И Сестры Твои Вне Дома Спрашивают Тебя И Отвечал Им Кто Мать Моя И Братья Мои Но Обозрев Сидящих Вокруг Себя Говорит Вот Мать Моя И Братья Мои И И Бо Кто Будет Исполнять Волю Божию Тот Мне Брат И Сестра И Мать Глава Четвертая И Опять Что иное Упало При Дороге И Налетели Птицы И Поклевали То И Иное Упало На Каменистое Место Где Немного И И И И И И Принесло Иное Тридцать Иное Шестьдесят И Иное Сто И И Сказал Им Кто И 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 Когда же Остался Без Народа А Тем Внешним Все Бывает В Притчах Так Что Они Своими Глазами Смотрят И Не Видят Своими Ушами Слышат И Не Разумеют И Не Обратятся И Не Будет Прощено Им И Говорит Им Не Понимаете Этой Притчи Как же Вам Уразуметь Все Притчи Сеятель Слово Сеет Посеянное При Дороге Означает Тех В Которых Сеется Слово Но Которым Когда Услышат Тотчас Приходит Сатана И Похищает Слово Посеянное В Сердцах Их Подобным Образом И Посеянное На Каменистом Месте Означает Тех Которые Когда Услышат Слово Тотчас С радостью Принимают Его Но Не Имеют В Себе Корня И Непостоянные Потом Когда Настанет Скорбь Или Гонение За Слово Тотчас Соблазняются Посеянное В Тернии Означает Слышащих Слова Но В которых Заботы Века Сего Обольщение Богатством И Другие Пожелания Входя В них Заглушают Слово И Оно Бывает Без Плода А Посеянное На Доброй Земле Означает Тех Которые Слушают Слово И Принимают И Приносят Плод Один В Тридцать Другой В Шестьдесят И Ной В Осток Крат И Сказал Им Для Того Ли Приносится Свеча Чтобы Поставить Ее Под Сосуд Или Под Кровать Не Для Того Ли Чтобы Поставить Ее На Подсвечнике Нет Ничего Тайного Что Не Сделалось Бы Явным И Ничего Не Бывает Потаенного Что Не Вышло Бы Наружу Если Кто И И И Уши Слышать Да Слышит И Сказал Им Замечайте Что Слышите Какую Мерую Мерите Такую Отмерено Будет Вам И Прибавлено Будет Вам Слушающим И Ибо Ибо Кто Имеет Тому Дано Будет А Кто Не Имеет У Того Отнимется И То Что И И Сказал Царство Божие Подобно Тому Как Если Человек Бросит Семя В Землю И Спит И Встает Ночью И Днем И Как Семя Всходит И Растет Не Знает Он Ибо Земля Сама Собою Производит Сперва Зелень Потом Колос Потом Полное Зерно В Колосе Когда Ж Созреет Плод Немедленно Посылает Серп Потому Что Настала Жатва И Сказал Чему Уподобим Царство Божие Или Какую Притчию Изобразим Его Оно Как Зерно Горчичное Которое Когда Сеется В Землю Меньше Всех Семян На Земле А Когда Посеяно Всходит И Становится Больше Всех Злаков И Пускает Большие Ветви Так Что Под Тенью Его Могут Укрываться Птицы Небесные И Таковыми Многими Притчами Проповедовал Им Слово Сколько Они Могли Слышать Без Притчи Небесные Говорил Им А Ученикам Наедине Разъяснял Все Вечером Того Дня Сказал Им Переправимся На ту Сторону И Они Отпустив Народ Взяли Его С 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 Как Ветру И Сказал Морю Умолкни Перестань И Ветер Утих И Сделалась Великая Тишина И Сказал Им Что Вы Так Боязливы Как У Вас Нет Веры И Убоялись Страхом Великим И Говорили Между Собой Кто Ж Сей Что И Ветер И Море Повинуются Ему Глава Пятая И Прибыли На Другой Берег Моря В Страну Годаринскую И Когда Вышел Он Из Лодки Тотчас Встречил Его Вышедший Из Гробниц Человек Одержимый Нечистым Духом Он Имел Жилище В Гробницах И Никто Не Мог Его Связать Даже Цепями Потому Что Многократно Был Он Скован Оковами И Цепями Но Разрывал Цепи Разбивал Оковы И Никто Не В силах Был Укротить Его Всегда Ночью И Днем В горах И Гробницах Кричал Он Бился О Камни Увидев И 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 Вскричав Громким Голосом Сказал Что Тебе До Меня Иисус Сын Бога Всевышнего Заклинаю Тебя Богом Не Муч Меня И И Иисус Сказал Ему Выйди Дух Нечистый Из этого человека. И спросил его, как твое имя? И он сказал в ответ, легион имя мне, потому что нас много. И просил его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послос же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них, и Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось стадо скрутизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Иисус приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся, просил его, чтобы быть с ним, но Иисус не дозволил ему, а сказал, иди домой к своим, и расскажи им, что сотворил с тобой Господь, и как помиловал тебя. И пошел, и начал проповедовать в десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Когда Иисус снова переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа, он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и очень просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа, и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет, много потерпела от многих врачей и стратила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла в еще худшее состояние, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. Ибо говорила, если хоть к одежде его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обернулся в народе и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина, в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, «Дочь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил это, приходят от начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав эти слова, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятения и плачущих, и вопиющих громко, и, войдя, говорит им, «Что смущаетесь и плачете?» Девица не умерла, но спит, и смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифа куми», что значит «девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Глава шестая Оттуда вышел он и пришел в свое Отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, И многие, слышавшие, с изумлением говорили, откуда у него это, что за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его. Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им, «Не бывает пророк бесчестии, разве только в Отечестве своем, и у родственников, и в доме своем». И не мог совершить там никакого чуда, Только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился, не веряю их. Потом ходил по окрестным селениям и учил, И, призвав двенадцать, начал посылать их подвое и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им, ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, Ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, Но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им, «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, То, выходя оттуда, отряхните прах с ног ваших, Во свидетельство на них. Истинно говорю вам, Отраднее будет Содому и Гаморе в день суда, Нежели к тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, Изгоняли многих бесов, И многих больных мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, Ибо имя его стало известно, Говорил, «Это Иоанн, креститель, воскрес из мертвых, И потому чудеса делаются им». Другие говорили, «Это Илья», А иные говорили, «Это пророк или как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал, «Это Иоанн, которого я обезглавил, Он воскрес из мертвых, Ибо этот Ирод, послав, Взял Иоанна и заключил его в темницу За Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, Потому что женился на ней, Ибо Иоанн говорил Ироду, «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, Желала убить его, но не могла, Ибо Ирод боялся Иоанна, Зная, что он муж праведный и святой, И берег его, Многое делал, слушаясь его, И с удовольствием слушал его. Настал удобный день, Когда Ирод по случаю дня рождения своего Сделал пир вельможам своим, Тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, Плясала и угодила Ироду И возлежавшим с ним. Царь сказал девице, «Проси у меня, чего хочешь, И дам тебе». И клялся ей, «Чего не попросишь у меня, Дам тебе даже до половины Моего царства?» Она вышла И спросила у матери своей, «Чего просить?» Та отвечала, «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла С поспешностью к царю И просила, говоря, «Хочу, чтобы ты дал мне Теперь же на блюде Голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, Но ради клятвы И возлежавших с ним Не захотел отказать ей, И, тотчас послав оруженосца, Царь повелел Принести голову его. Он пошел, Отсек ему голову В темнице И принес голову его На блюде И отдал ее девице, А девица Отдала ее Матери своей. Ученики его, Услышав, пришли И взяли тело его И положили его в гробницу, И собрались апостолы К Иисусу И рассказали ему Все, что сделали И чему научили. Он сказал им, «Пойдите вы Одни в пустынное место И отдохните немного, Ибо много было Приходящих и отходящих, Так что и есть им было некогда». И отправились В пустынное место В лодке Одни. Народ увидел, Как они отправлялись, И многие узнали их, И бежали туда пешие Из всех городов, И опередили их, И собрались К нему. И Иисус, Выйдя, Увидел Множество народа, И сжалился Над ними, Потому что они были Как овцы, Не имеющие пастыря. И начал учить их многому. И как времени прошло много, Ученики его, Приступив к нему, Говорят, «Место здесь Пустынное, А времени уже много, Отпусти их, Чтобы они пошли В окрестные деревни И селения И купили себе хлеба, Ибо им нечего есть. Он Сказал им в ответ, «Вы Дайте им есть». И сказали ему, «Разве нам пойти Купить хлеба, Динариев, На двести И дать им есть?» Но он спросил их, «Сколько у вас хлебов?» «Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали, Пять хлебов И две рыбы. Тогда Повелел им Рассадить всех Отделениями На зеленой траве. И сели рядами По сто И по пятьдесят. Он взял Пять хлебов И две рыбы. Воззрев На небо Благословил И преломил Хлебы И дал Ученикам Своим, Чтобы они Раздали им. И две рыбы Разделил На всех И ели Все И Насытились. И набрали Кусков хлеба И остатков От рыб Двенадцать Полных Коробов. Было же Евших Хлебы Около Пяти Тысяч Мужчин. И тотчас Понудил Учеников Своих Войти В лодку И отправиться Вперед На другую Сторону В Вифсаиду Пока Он Отпустит Народ. И отпустив Их Пошел На гору Помолиться. Вечером Лодка Была Посреди Моря, А он Один На земле. И Увидел Их Бедствующих В плавании, Потому что Ветер им Был Встречный. Около же Четвертой Стражи Ночи Подошел К ним Идя По морю И будто Хотел Миновать Их. Они Увидев Его Идущего По морю Подумали, Что это Призрак И вскричали, Ибо Все Видели Его И И Испугались. И тотчас Заговорил С ними И Сказал Им Ободритесь, Это Я, Не бойтесь. И Вошел К ним В лодку, И Ветер Утих. И Они Чрезвычайно Изумились В себе И Дивились, Ибо Не Вразумились Чудом Над Хлебами, Потому Он Шедшие котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, почему ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Он сказал им в ответ, хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано, люди эти чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держите с предания человеческого омовения кружек и чаш, и делаете многое другое тому подобное, и сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою. И злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое тому подобное. И, призвав весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумеете. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И когда он, оставив народ, вошел в дом, ученики его спросили его о притче, он сказал им, неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево и выходит вон, чем очищается всякая пища? Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихаимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские. И, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом Серафиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей, дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ, так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей, за это слово пойди. Бес вышел из твоей дочери. И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. И Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его и, воздрев на небо, вздохнул и сказал ему, Ефафа, то есть отверзис. И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не рассказывать никому. Но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали, и чрезвычайно дивились, и говорили, все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими. Глава восьмая. В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, и Иисус, призвав учеников своих, сказал им, Жаль мне, народ, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. Если неевшими, отпущу их в дома их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека. Ученики его отвечали ему, откуда мог бы кто взять здесь, в пустыне хлебов, чтобы накормить их. И спросил их, сколько у вас хлебов? Они сказали, семь. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв семь хлебов, и воздав благодарение, преломил, и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин. Евших же было около четырех тысяч. И отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далманувские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить, и, искушая его, требовали от него знамения с неба. И он, глубоко вздохнув, сказал, — Для чего род этот требует знамения? Истинно, говорю вам, не дастся роду этому знамения. И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на другую сторону. При этом ученики его забыли взять хлебов и ничего, кроме одного хлеба, не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря, — Смотрите, берегите закваски фарисейской и закваски иродовой. И, рассуждая между собой, говорили, — Это значит, что хлебов нет у нас. И Иисус, уразумев, говорит им, — Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите? Имея уши, не слышите и не помните? Когда я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов кусков вы набрали? Говорят ему, — Двенадцать. А когда семь для четырех тысяч, сколько корзин оставшихся кусков вы набрали? Сказали, — Семь. И сказал им, — Как же не разумеете! Приходят в Вифсаиду и приводят к нему слепого. И просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал, — Вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть, и он исцелился и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, — Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении. И пошел Иисус с учениками Своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогой он спрашивал учеников своих, — За кого почитают меня люди? Они отвечали, — За Иоанна Крестителя. Другие же — за Илью, а иные — за одного из пророков. Он говорит им, — А вы за кого почитаете меня? Петр сказал ему в ответ, — Ты — Христос. И приказал им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что сыну человеческому много должно пострадать, быть отвергнутым старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. И говорил об этом открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обернувшись и взглянув на учеников своих, запретил Петру, сказав, — Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. И, подозвав народ с учениками своими, сказал им, — Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде этом прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Глава 9. И сказал им, — Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести Взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна И возвел на гору высокую особо их одних И преобразился перед ними Одежды его сделали с блистающими Весьма белыми, как снег, Как на земле белищик не может выбелить И явился им Илья с Моисеем И беседовали с Иисусом При этом Петр сказал Иисусу Равве, хорошо нам здесь быть Сделаем три кущи Тебе одну Моисею одну И одну Ильи Ибо не знал, что сказать Потому что они были в страхе И появилось облако, осеняющее их И из облака Раздался голос Это Сын Мой возлюбленный Его слушайте И внезапно, посмотрев вокруг Никого более с собой не видели Кроме одного Иисуса Когда же сходили они с горы Он велел никому не рассказывать о том, что видели Да коли Сын Человеческий Не воскреснет из мертвых И они удержали это слово Спрашивая друг друга Что значит Воскреснуть из мертвых И спросили его Как же книжники говорят Что Ильи надлежит прийти прежде Он сказал им в ответ Правда, Илья должен прийти прежде И устроить все И Сыну Человеческому, как написано о нем Надлежит много пострадать И быть уничиженным Но говорю вам Что и Илья пришел И поступили с ним, как хотели Как написано о нем Придя к ученикам Увидел много народа около них И книжников, спорящих с ними Тотчас увидев его Весь народ изумился И подбегая приветствовали его Он спросил книжников О чем спорите с ними? Один из народа сказал в ответ Учитель Я привел к тебе сына моего Одержимого духом немым Где не схватывает его Повергает его на землю И он испускает пену И скрежещет зубами своими И цепенеет Говорил я ученикам твоим Чтобы изгнали его И они не могли Отвечая ему Иисус сказал О род неверный Доколе буду с вами Доколе буду терпеть вас Приведите его ко мне И привели его к нему Как скоро бесноватый Увидел его Дух Сотряс его Он упал на землю И валялся И спуская пену И спросил Иисус отца его Как давно это Сделалось с ним Он сказал С детства И многократно Дух Бросал его И в агонию В воду Чтобы погубить его Но если что можешь Сжалься над нами И помоги нам Иисус Сказал ему Если сколько-нибудь Можешь веровать Все возможно Верующему И тотчас Отец Отрока Воскликнулся Слезами Верую Господи Помоги Моему Неверию Иисус Видя что Сбегается Народ Запретил Духу Нечистому Сказав ему Дух Немой И глухой Я повелеваю Тебе Выйди Из него И впредь Не входи В него И вскрикнув И сильно Сотрясший Его Вышел И он Сделался Как мертвый Так что Многие Говорили Что он Умер Но Иисус Взяв его За руку Поднял Его И он Встал И когда Иисус Вошел В дом Ученики Им Что Сын Человеческий Предан Будет В руки Человеческие И убьют Его И по Убиении В третий День Воскреснет Но Они Не разумели Этих Слов А спросить Его Боялись Пришел В Капернаум И когда Был в доме Спросил Их О чем Дорогой Вы рассуждали Между собой Они молчали Потому что Дорогой Рассуждали Между собой Кто Больше И Сев Призвал Двенадцать И сказал Им Кто Хочет Быть Первым Будь Из всех Последним И Всем Слугой И Взяв Дитя Поставил Его Посреди Них И Обняв Его Сказал Им Кто Примет Одно Из Таких Детей Во Имя Мое Тот Принимает Меня А Кто Меня Примет Тот Не Меня Принимает Но Пославшего Меня При этом Иоанн Сказал Учитель Мы Видели Человека Который Именем Твоим Изгоняет Бесов Они Ходят За нами И Запретили Ему Потому Что Не Ходят За Нами И Иисус Сказал Не Запрещайте Ему Ибо Никто Сотворивший Чудо Именем Моим Не Может Вскоре Злословить Меня Ибо Кто Не Против Вас Тот За Вас И Кто Напоит Вас Чашей Воды Во Имя Мое Потому Что Вы Христовы Истинно Говорю Вам Не Потеряет Награды Своей А Кто Соблазнит Одного Из Малых Этих Верующих В Меня Тому Лучше Было Бы Если Бы Повесили Ему Жерновой Камень На Шею И Бросили Его В Море И Если Соблазняет Тебя Рука Твоя Отсеки Ее Лучше Тебе У Вечному Войти В Жизнь Нежели С Двумя Руками Ити В Гиенну В Огонь Неугасимый Где Червь Их Не Умирает И Огонь Не Угасает И Если Нога Твоя Соблазняет Тебя Отсеки Ее Лучше Тебе Войти В Жизнь Хромому Нежели С Двумя Ногами Быть Вверженным В Гиенну В Огонь Неугасимый Где Червь Их Не Умирает И Огонь Не Угасает И Если Глаз Твой Соблазняет Тебя Вырви Его Лучше Тебе С Одним Глазом Войти В Царство Божие Нежели С Двумя Глазами Быть Вверженным В Гиенну Огненную Где Червь Их Не Умирает И Огонь Не Угасает Ибо Всякий Огнем Осолится И Всякая Жертва Солью Осолится Соль Добрая Вещь Но Если Соль Не Солона Будет Чем Вы Ее Поправите Имейте В Себе Соль И Мир Имейте Между Собой Глава Десятая Отправившись Оттуда Приходит В пределы Иудейские За Иорданской Стороной Опять Собирается К нему Народ И По Обычаю Своему Он Опять Учил Их Подошли Фарисеи И Спросили Искушая Его Позволительно Ли Разводиться Мужу С Женой Он Сказал Им В ответ Что Заповедал Вам Моисей Они Сказали Моисей Позволил Писать Разводное Письмо И Разводиться И Иисус Иисус Сказал Им В ответ По Жестокосердию Вашему Он Написал Вам Эту Заповедь В Начале Жетворения Бог Сотворил Их Как Мужчину И Женщину Поэтому Оставит Человек Отца Своего И Мать И Прилепится К жене Своей И Будут Двое Одной Плотью Так Что Они Уже Не Двое Но Одна Плоть Итак Что Бог Сочетал Того Человек Да Не Разлучает В Доме Ученики Его Опять Спросили Его О том же Он Сказал Им Кто Разведется С Женой Своей И Женится Над Другой Тот Прелюбодействует От Нее И Если Жена Разведется С Мужем Своим И Выйдет За Другого Прелюбодействует Приносили К Нему Детей Чтобы Он Прикоснулся К Ним Ученики Не Допускали Приносящих Увидев То И Иисус Вознегодовал И Сказал Им Пустите Детей Приходить Ко Мне И Не Препятствуйте Им И Бо Таковых Есть Царство Жизнь Вечную И Иисус Сказал Ему Что Ты Называешь Меня Благим Никто Не Благ Как Только Один Бог Ты Знаешь Заповеди Не 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 Благи Не Не Кради Не Лжесвидетельствуй Не Обижай почитай отца твоего и мать он же сказал ему в ответ учитель все это сохранил я с юности моей иисус взглянув на него полюбил его и сказал ему одного тебе не достает пойди все что имеешь продай и раздай нищим и будешь иметь сокровища на небесах и приходи последуй за мной взяв крест он же смутившись от этого слова отошел с печалью потому что у него было большое имение и и посмотрев вокруг иисус говорит ученикам своим как трудно имеющим богатство войти в царство божие ученики ужаснулись от слов его но иисус опять говорит им в ответ дети как трудно надеющимся на богатство войти в царство божие удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши нежели богатому войти в царство божие они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой кто же может спастись иисус взглянув на них говорит людям это невозможно но не богу ибо все возможно богу и начал петр говорить ему вот мы оставили все и последовали за тобой иисус сказал в ответ истинно говорю вам нет никого кто оставил бы дом или братьев или сестер или отца или мать или жену или детей или земли ради меня и евангелия и не получил бы ныне в это время среди гонений востократ более домов и братьев и сестер и отцов и матерей и детей и земель а в веке грядущем жизнь вечную многие же первые будут последними а последние первыми когда были они на пути восходя в иерусалим иисус шел впереди них они ужасались и следуя за ним были в страхе подозвав двенадцать он опять начал им говорить о том что будет с ним вот мы восходим в иерусалим и сын человеческий предан будет первосвященником и книжником и осудят его на смерть и предадут его язычником и поругаются над ним и будут бить его и оплюют его и убьют его и в третий день воскреснет тогда подошли к нему сыновья заведея иаков и иоанн и сказали учитель мы желаем чтобы ты сделал нам о чем попросим он сказал им что хотите чтобы я сделал вам они сказали ему дай нам сесть у тебя одному по правую сторону а другому по левую славе твоей но иисус сказал им не знаете чего просите можете ли пить чашу которую я пью и креститься крещением которым я крещусь они отвечали можем иисус же сказал им чашу которую я пью будете пить и крещением которым я крещусь будете креститься а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит но кому у готова на и услышав это десять начали негодовать на иакова и иоанна иисус же подозвав их сказал им вы знаете что почитающиеся князьями народов господствует над ними и вельможи их властвует над ними но между вами да не будет так а кто хочет быть большим между вами да будет вам рабом ибо и сын человеческий не для того пришел чтобы ему служили но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих приходят в иерихон и когда выходил он из иерихона с учениками своими и множеством народа в артемий сын тимея слепой сидел у дороги прося милостыни услышав что это иисус на зарей он начал кричать и говорить иисус сын давидов помилуй меня многие заставляли его молчать но он еще более стал кричать сын давидов помилуй меня иисус остановился и велел его позвать зовут слепого и говорят ему не бойся вставай зовет тебя он сбросил с себя верхнюю одежду встал и пришел к иисусу отвечая ему иисус спросил чего ты хочешь от меня слепой сказал ему учитель чтобы мне прозреть иисус сказал ему иди вера твоя спасла тебя и он тотчас прозрел и пошел за иисусом по дороге глава одиннадцатая когда приблизились к иерусалиму к вифагии и вифании у горы елеонской иисус посылает двоих из учеников своих и говорит им поедите вселение которое прямо перед вами войдя в него тотчас найдете привязанного молодого осла на которого никто из людей не садился отвязав его приведите и если кто скажет вам что вы это делаете отвечайте что он надобен господу и тотчас пошлет его сюда они пошли и нашли молодого осла привязанного у ворот на улице и отвязали его и некоторые из стоявших там говорили им что делаете зачем отвязываете осленка они отвечали им как повелел иисус и те отпустили их и привели осленка к иисусу и возложили на него одежды свои иисус сел на него многие же постелали одежды свои по дороге а другие резали ветви с деревьев и постелали по дороге и предшествовавшие и сопровождавшие восклицали ассанна благословен грядущий во имя господне благословенно грядущий во имя господа царства отца нашего давида ассанна в вышних и вошел иисус в иерусалим и в храм и осмотрев все как время уже было позднее вышел в вифанию с двенадцатью на другой день когда они вышли из вифании он проголодался и увидев издали смоковницу покрытую листьями подошел не найдет ли чего на ней но подойдя к ней ничего не нашел кроме листьев ибо еще не было время собирания смоков и сказал ей иисус отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек и и слышали то ученики его пришли в иерусалим иисус войдя в храм начал выгонять продающих и покупающих в храме из столы менял из камьи продающих голубей опрокинул и не позволял чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь и учил их говоря не написано ли дом мой домом молитвы наречется для всех народов а вы сделали его вертепом разбойников услышали это книжники и первосвященники и искали как бы погубить его ибо боялись его потому что весь народ удивлялся учению его когда же настал вечер он вышел из города поутру проходя мимо увидел что смоковница засохла до корня и вспомнив петр говорит ему равви посмотри смоковница которую ты проклял засохла иисус отвечая говорит ему имейте веру божию ибо истинно говорю вам если кто скажет горе этой поднимись и ввергнись в море и не усомнится в сердце своем но поверит что сбудется по словам его будет ему что не скажет потому говорю вам все чего не будете просить в молитве верьте что получите и будет вам и когда стоите на молитве прощайте если что имеете на кого дабы и отец ваш небесный простил вам согрешение ваше если же не прощаете то и отец ваш небесный не простит вам согрешений ваших пришли опять в Иерусалим и когда он ходил в храме подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему какую властью ты это делаешь и кто тебе дал власть делать это иисус сказал им в ответ спрошу и я вас об одном ответьте мне тогда и я скажу вам какую властью это делаю крещение иоанново с небес было или от людей отвечайте мне они рассуждали между собой если скажем с небес то он скажет почему же вы не поверили ему а сказать от людей боялись народа потому что все полагали что иоанн точно был пророком и сказали в ответ иисусу не знаем тогда иисус сказал им в ответ и я не скажу вам какой властью это делаю глава двенадцатая и начал говорить им притчами некоторый человек насадил виноградник и обнес оградой и выкопал точила и построил башню и отдав его виноградарям отлучился и послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника они же схватив его били и отослали ни с чем опять послал к ним другого слугу и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестьем и опять иного послал и того убили и многих других то били то убивали имея же еще одного сына любимого напоследок послал и его к ним говоря постыдятся сына моего но виноградари сказали друг другу это наследник пойдем убьем его и наследство будет наше и схватив его убили и выбросили вон из виноградника что же сделает хозяин виноградника придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим неужели вы не читали этого в писании камень который отвергли строители тот самый сделался главою угла это от господа и дивно в очах наших и намеревались схватить его но побоялись народа ибо поняли что о них сказал притчу и оставив его отошли и посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан чтобы уловить его в слове они же придя говорят ему учитель мы знаем что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо ибо не смотришь ни на какое лицо но истинно пути божьему учишь позволительно ли давать подать кесарю или нет давать ли нам или не давать но он зная их лицемерие сказал им что искушаете меня принесите мне динарий чтобы мне видеть его они принесли тогда говорит им чье это изображение и надпись они сказали ему кесаря и иисус сказал им в ответ отдавайте кесарева кесарю а боже богу и дивились ему потом пришли к нему саддукеи которые говорят что нет воскресения и спросили его говоря учитель моисей написал нам если у кого умрет брат и оставит жену а детей не оставит то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему было семеро братьев первый взял жену и умирая не оставил детей взял ее второй и умер и он не оставил детей также и третий брали ее за себя семеро и не оставили детей после всех умерла и жена и так в воскресении когда воскреснут которого из них будет она женой ибо семеро имели ее женой иисус сказал им в ответ этим ли приводите свое в заблуждение не зная писания ни силы божией ибо когда из мертвых воскреснут тогда не будут ни жениться ни замуж выходить но будут как ангелы на небесах а мертвых что они воскреснут разве не читали вы в книге моисея как бог при купине сказал ему я бог авраама бог исаака и бог иакова бог не есть бог мертвых но бог живых и так вы весьма заблуждаетесь один из книжников слыша их прение и видя что иисус хорошо им отвечал подошел и спросил его какая первая из всех заповедей иисус отвечал ему первая из всех заповедей слушай израиль бог наш есть господь единый и возлюби господа бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим и всей крепостью твоей вот первая заповедь вторая подобно ей возлюби ближнего твоего как самого себя и и и больше этих заповеди нет книжник сказал ему хорошо учитель истину сказал ты что один есть бог и нет иного кроме него и любить его всем сердцем и всем умом и всей душой и всей крепостью и любить ближнего как самого себя есть больше всех всесожжений и жертв иисус видя что он разумно отвечал сказал ему недалеко ты от царства божьего после того никто уже не смел спрашивать его продолжая жить в храме иисус говорил почему книжники говорят что христос сын давидов ибо сам давид сказал духом святым сказал господь господу моему восядь одесну меня доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих и так сам давид называет его господом как же он сын ему и множество народа слушало его с наслаждением и говорил им в учении своем остерегайтесь книжников любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах эти поедающие дома вдов и напоказ долго молящиеся примут тягчайшие осуждения и сел Иисус против сокровищницы и смотрел как народ кладет деньги в сокровищницу многие богатые клали много одна бедная вдова придя положила две лепты что составляет кадрант подозвав учеников своих Иисус сказал истинно говорю вам что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу ибо все клали от избытка своего а она от скудости своей положила все что имела все пропитание свое глава тринадцатая и когда выходил он из храма говорит ему один из учеников его учитель посмотри какие камни и какие здания иисус сказал ему в ответ видишь эти великие здания все это будет разрушена так что не останется здесь камни на камне и когда он сидел на горе елеонской против храма спрашивали его наедине и иаков и иоанн и андрей скажи нам когда это будет и какой признак когда все это должно совершиться отвечая им иисус начал говорить берегитесь чтобы кто не прельстил вас ибо многие придут под именем моим и будут говорить что это я и многих прельстят когда же услышите о войнах и о военных слухах не ужасайтесь ибо надлежит этому быть но это еще не конец ибо восстанет народ на народ и царство на царство и будут землетрясения по местам и будут глады и смятения это начало болезней но вы смотрите за собой ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах и перед правителями царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними и во всех народах прежде должно быть проповедано евангелие когда же поведут предавать вас не заботьтесь наперед что вам говорите не обдумывайте но что дано будет вам в тот час то и говорите ибо не вы будете говорить но дух святой предаст же брат брата на смерть и отец детей и восстанут дети на родителей и умертвят их и будете ненавидимы всеми за имя мое претерпевший же до конца спасется когда же увидите мерзость запустения реченную пророком даниилом стоящую где не должна читающие да разумеет тогда находящиеся в иудее да бегут в горы а кто на кровле тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего и кто на поле не обращайся назад взять одежду свою горе беременным и кормящим грудью в те дни молитесь чтобы не случилось бегство вашей зимой ибо в те дни будет такая скорбь какой не было от начала творения которое сотворил бог и до ныне и не будет и если бы господь не сократил те дни то не спаслась бы никакая плоть но ради избранных которых он избрал сократил те дни тогда если кто вам скажет вот здесь христос или вот там не верьте ибо вас станут лжехристы и лже пророки и дадут знамения и чудеса чтобы прельстить если возможно и избранных вы же берегитесь вот я наперед сказал вам все но в те дни после скорби той солнце померкнет и луна не даст света своего и звезды спадут с неба и силы небесные поколеблются тогда увидят сына человеческого грядущего на облаках с великой силой и славой и тогда он пошлет ангелов своих и соберет избранных своих от четырех ветров от края земли до края неба от смоковницы возьмите пример когда ветви ее становятся уже мягкими и пускают листья то знаете что близко лето так и когда вы увидите то сбывающимся знайте что близко при дверях истинно говорю вам не придет род этот как все это будет небо и земля придут но слова мои не придут одни же том или часе никто не знает ни ангелы небесные ни сын но только отец смотрите бодрствуйте молитесь ибо не знаете когда наступит это время подобно как бы кто отходя в путь и оставляя дом свой дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать и так бодрствуйте ибо не знаете когда придет хозяин дома вечером или в полночь или в пении петухов или поутру чтобы придя внезапно не нашел вас спящими а что вам говорю говорю всем бодрствуйте г Искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущения в народе. И когда был он в Вифании в доме Симона Прокаженного и возлежал, пришла женщина с алебастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, к чему эта трата мира. Можно было бы продать его более, нежели за триста динариев, и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете. Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, и, когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие эта в целом мире, сказано будет в память о ней и о том, что она сделала. И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда закалывали пасхального агнца, говорят ему ученики его, «Где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим». И посылает двоих из учеников своих и говорит им, «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним и скажите хозяину дома того, куда он войдет. Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими, и он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. «Когда настал вечер, он приходит с двенадцатью. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал, «Истинно говорю вам, один из вас, едящий со мной, предаст меня». Они опечалились и стали один за другим говорить ему, не я ли. Он же сказал им в ответ, «Один из двенадцати, обмакивающий со мной в блюдо». Впрочем, сын человеческий идет, как написано о нем, «Но горе тому человеку, которым сын человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться». И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, «Примите, ешьте, это тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им, «Это кровь моя нового завета, за многих проливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божием». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресенье же моем я предварю вас в Галилее». Петр сказал ему, «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус, «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он с еще большим усилием говорил, «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобой, не отрекусь от тебя». То же и все говорили. Пришли в одно место, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим, «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей и говорил, «Авла, отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты?» Возвращается и находит их спящими. И говорит Петру Симон, «Ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете, кончено, пришел час, вот предается сын человеческий в руки грешников, встаньте, пойдем. И тотчас, пока он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите под надежной стражей». И, придя, тотчас подошел к нему и говорит, «Равве, Равве!» и поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба-первосвященника и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им, «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день был я с вами в храме, и учил, и вы не брали меня, но да сбудутся писания». Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногою бежал от них и привели Иисуса к первосвященнику. И собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Петр издали следовал за ним даже внутрь двора первосвященника и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали против него, но свидетельства эти не были достаточны, и некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили, мы слышали, как он говорил, «Я разрушу храм этот рукотворный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворный». Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса, «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему, «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» И Иисус сказал, «Я». «И вы узрите Сына Человеческого, сидящую одесную силой и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, и сказал, «На что еще нам, свидетели, вы слышали богохульство, как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему «Про реки!» и слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев греющегося Петра и всмотревшись в него, сказала, «И ты был с Иисусом Назаряниным». Но он отрекся, сказав, «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь», и вышел на передний двор и запел петух. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут «Этот из них». Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие там опять стали говорить Петру «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно, он же начал клясться и божиться, не знаю человека сего, о котором говорите». Тогда петух запел во второй раз И вспомнил Петр слово, сказанное ему и Иисусом, «Прежде, нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня». И начал плакать. Глава пятнадцатая Сразу же утром первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион вынесли решение и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его «Ты ничего не отвечаешь?» «Видишь, как много против тебя обвинений?» Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варрава со своими сообщниками, которые во время мятежа совершили убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он обычно делал для них. Он сказал им в ответ «Хотите, я отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варраву. Варраву. Пилат, отвечая, опять сказал им «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали «Распни его!» Пилат сказал им «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее закричали «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варраву, а Иисуса после бичевания предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию, и собрали весь полк, и одели его в багреницу, и, сплетши терновый венец, возложили на него, и начали приветствовать его «Радуйся, царь иудейский!» и били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему, когда же насмеялись над ним, сняли с него багреницу, одели его в собственные одежды его, и повели его, чтобы распять его. и заставили проходящего некоего керенейца Симона, отца Александра и Руфа, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место к Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино носа с мирной, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его «Царь Иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. Избыло слово писания «И к злодеям причтен». Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря «Хей, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди с креста». Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу «Других спасал, а себя не может спасти». «Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом «Элои, Элои, лама Савахфани, что значит «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили «Вот Илью зовет». А один побежал, напитал губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его». И Иисус же, возгласив громко, испустил дух. Из-за веса в храме разодралась надвое сверху донизу. Сотник, стоявший напротив него, увидев, что он, так возгласив и спустил дух, сказал «Истинно человек сей был сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина и Мария мать Иакова меньшего и Иосии и Соломия, которые и тогда, когда он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним пришедшие в Иерусалим. И когда уже настал вечер, так как была пятница, то есть день перед субботой, пришел Иосиф из Аримафеи, почитаемый член совета, который и сам ожидал Царства Божьего, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисуса. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер? И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницей и положил его в гробницу, которая была высечена в скале, и привалил камень к двери гробницы. Мария же Магдалина и Мария мать Иосии видели, где его положили. Глава шестнадцатая По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария мать Иакова и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И в первый день недели очень рано при восходе солнца приходят к гробнице и говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гробницы. И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик, и войдя в гробницу, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, вы ищите Иисуса Назарянина распятого, он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен, но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам. И выйдя, побежали от гробницы, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскрес воскрес рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим, но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После этого явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим одиннадцати возлежавшим во время вечери и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». У веровавших же будут сопровождать эти знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змеи и, если что, смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседы с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога, а они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слово последующими знамениями. Аминь. Слово подкреплением подкреплением Продолжение следует...